Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ученые приоритетного направления развития эко-нефти разработали мобильную установку для оценки эффективности добычи сверхвязких нефтей. Медики КФУ предотвращают хромосомные аномалии. Научный сотрудник КФУ стала участницей международной школы в Австрии. КФУ достиг новых успехов в приоритетном направлении эко-нефти. Специалистами создана установка для оценки эффективности добычи нефти. Как в дальнейшем будут использоваться результаты этих исследований, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Специалисты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ совместно с индустриальным партнером нефтяной компании «Татнефть» провели испытание мобильного полевого лазерного спектрофлуориметра. Она представляет собой конструкцию, в которой мы моделируем условия пласта, делаем модель нефтяной залежи и уже подействуем на нее определенными реагентами и используем определенные технологии, которые разрабатываются в нашем центре эко-нефти. Установка была создана в рамках проекта по государственной поддержке развития кооперации российских вузов, научных учреждений и производственных предприятий. Перед исследователями была поставлена задача по разработке мобильного прибора для отслеживания специальных реагентов, так называемых трассеров, закачиваемых в скважину при парогравитационном дренаже. Мы разрабатываем тепловые методы повышения нефтяной отдачи. Эти методы основаны на том, чтобы воздействовать теплом на нефтяную залежь. За счет этого тяжелые углеводороды, которые находятся, становятся более подвижными, уменьшается вязкость и, соответственно, за счет этого их можно добывать. Полевые испытания проводились на Нижнекармальском поднятии Черемшанского месторождения и оказались успешными. Прибору удалось зафиксировать, что на месторождении присутствует стоквод, ведущий к залежи. Мы работаем с компаниями над несколькими проектами. Один из них – это проект разработки Ашевчинского месторождения, компании Татнефть, которая имеет большие залежи тяжелых методов. И вместе с ними мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность нефтеизвлечения за счет применения катализатора. Несмотря на положительные результаты, решено провести дополнительные исследования. Однако уже подведенные итоги могут быть учтены при разработке гидродинамических моделей. Артем Тыпичкин, Универньюз. Если тебе хочется подробнее узнать о том, что такое биткоины, манит и нейронные сети, тогда приходи на лекцию в КСК Уникс. Подробности в сюжете. Хочешь узнать о цифровой экономике, биткоинах и опасностях современных технологий? Тогда приходи 4 апреля в КСК Уникс Казанского университета на лекцию «Цифровая экономика. Новая реальность». Организатором мероприятия выступает Центр знаний Казанского федерального университета. У всех у нас на слуху такие слова, как блокчейн, нейронные сети, большие данные. Несмотря на то, что много кто оперирует такими терминами в своей речи, не все понимают на самом деле, что это значит. Ответить на все интересующие вопросы сможет начальник отдела планирования и развития Центра информационных технологий Республики Татарстан Александр Ефремова. В ходе тренинга спикер не только поведает о новых технологиях, но и даст пощупать некоторые из них. Она также раскроет несколько правил использования интернета, благодаря которым можно значительно облегчить жизнь. Все желающие могут посетить эту лекцию. Главное зарегистрироваться на таймпаде. Приглашаем всех желающих. Лекция пройдет в каворкинге КСК КФУ УНИКС с 6.30 до 8 вечера. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Молодые ученые-альмаматор продолжают покорять мир. Научный сотрудник Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ Диляра Кузина приняла участие в Международной школе по ядерной физике, которая прошла в Австрии. Ежегодно участниками школы являются ученые со всего мира из различных областей астрофизики, астрономии, космохимии и ядерной физики. Подробности далее. С 18 по 24 марта в Русбахе Австрия проходила 15-я международная школа по ядерной астрофизике. Младший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ Диляра Кузина стала единственной российской участницей. Уникальность школы в том, что она собирает людей со всего мира. Действительно большое сообщество собирается в таком маленьком месте и все делятся своим опытом. Участие в школе приняли ведущие мировые ученые в области физики и астрономии. Стоит отметить, что данная школа способствовала возможной разработке международного проекта Казанского федерального университета совместно с профессором Шоном Бишопом из Технического университета Мюнхена. Хотели написать с профессором Шоном Бишопом из Технического университета Мюнхена проект на изучение границы, которая была 65 миллионов лет. Мы все знаем, что было бы умирание большое, то есть причины хотим изучить. То есть мы считаем, что не только геологические были причины, но и астрофизические. В соответствии со своей традицией школа собрала специалистов из различных сфер астрофизики, астрономии, космохимии и ядерной физики с целью обмена своими знаниями и опытом, а также обучением младых ученых со всего мира. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Медики университетской клиники Казань выявляют хромосомные аномалии у еще не родившихся детей. О целях и подробностях процедуры расскажет Аделя Шумилова. Взяв ответственность за новую жизнь, каждым будущим родителям необходимо осознать всю серьезность предстоящих изменений, как моральных, так и физических. Чтобы беременность спонтанно не прервалась, подойти к ней нужно в полной готовности. Одной из частых причин неразвивающейся беременности, а также множественных пороков развития у плода, являются хромосомные аномалии. Стоит принять к сведению, что цитогенетические исследования для выявления отклонений развития будущего малыша уже начали проводить в университетской клинике Казань. Современная медицина предлагает будущим родителям не только узнать пол ребенка и увидеть его черты лица, но и заранее определить, какие болезни ожидают малыша в будущем. Помогает в этом цитогенетическое исследование. Направление цитогенетики это новое направление для медико-санитарной части КФУ. Современные технологии существенно облегчили эту методику, потому что сбор изображений хромосом производится теперь роботом в автоматическом режиме. А врач-лабораторный цитогенетик анализирует уже архивные данные, то есть микрофотографии, которые робот записал автоматически. Цитогенетическое исследование рекомендовано родителям, столкнувшимся с проблемой зачатия. Оно поможет выявить причины бесплодия или невынашивания. Процедуру цитогенетических исследований назначают также беременным женщинам, оказавшимся в группе риска по высокой вероятности рождения ребенка с другими генетическими заболеваниями, а также парам, планирующим беременность в зрелом возрасте от 35 лет. Внутриутробное цитогенетическое исследование плода назначается врачом-генетиком после консультации супружеской пары и оценки возможных рисков развития аномалий. Когда назначается пренатально-инвазивная диагностика? При возрасте женщины старше 35 лет, если имеются биохимические или ультразвуковые признаки патологии беременности, если в прошлом в семье родился ребенок с множественными пороками развития, или если были спонтанные аборты. Получить консультацию врача-генетика с последующим цитогенетическим исследованием можно по рекомендации врача акушерско-гинекологического профиля, врача-гематолога, врача-уролога, также обратившись напрямую к врачу-генетику университетской клиники КФО. Пройденный процедурный курс цитогенетического исследования позволяет многим супружеским парам, имеющим дефектные рецессивные гены, родить здоровых детей. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Невернис. В Елабужском институте КФО встретились лучшие математические команды из Елабуги и Мамадыша, чтобы поучаствовать в математическом брейн-ринге. Подробности смотри далее. В Елабужском институте КФО прошел турнир математического брейн-ринга. Среди школьников встретились лучшие команды из Елабуги и Мамадыша, чтобы определить победителя. После двух туров председатель жюри объявил результаты и оказалось, что обе школы набрали по 15 баллов. Поэтому командам был задан дополнительный вопрос, правильный ответ на который дала команда Елабужской школы номер 10, которая и получила первое место. В заключительном этапе мы снова стали победить. Самое интересное в этой игре, мне нравится то, что когда команды набирают одинаковое количество баллов и задают дополнительные вопросы. И сегодня тоже получился такой овертайм. И мы снова победили. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok